Это кусок свиной шеи, который у нас мариновался трое суток. Сейчас я его разрежу на две части. Вот такая сеточка. Как раз у меня будет два кусочка. Легко в камере будет подвесить. Красиво, аппетитно. Просушивание продукта, чтобы у меня лишняя влага сейчас сошла. Фольгу на поддон лучше, ребят, всегда постелите, чтобы лужи вот эти не собирались, легко выкинуть. Вот после предыдущего копчения выкинул, камеру быстренько промыл. Обварку паром я дам в начале. Для этого я сейчас закрою все отверстия, через которые дым выходит. Открою отверстие, через которое будет выходить пар. Для заветривания поставил 50 градусов. Буду визуально еще смотреть. Включаю тены. Погнали. Верхняя заслонка также открыта. Таким образом, при открытых заслонках влага будет быстрее испаряться с поверхности продукта. Проварил мясо до температуры 62 градуса внутри батончика. Даю мяску заветриться и копчу его до того момента, пока у меня вся щепа не истлеет. Я положил 2,5 жменьки. Этого будет достаточно и довожу продукт уже до готовности. Пока температура у меня не поднимется до 72 градусов внутри продукта. Если погода позволяет, можно вывесить такие кусочки мяса, спокойно проветриться на улице в темном прохладном месте. Или же отправить после остывания в камеру созревания или в холодильник. Кстати, когда вы отключите нагрев и камера у вас будет закрыта, температура внутри батона будет еще некоторое время повышаться. Это тоже нужно учитывать в своих рецептурах. Смотрите, на внешний вид продукта нравится он вам, не нравится, чтобы потом уже скорректировать время запекания, температурные режимы, чтобы понимать, где вам нравится корочка поярче, где наоборот посветлее, но в то же время продукт у вас уже готовый. То есть, вот эта вот грань, она должна быть у вас на интуитивном уровне. Визуально выглядит просто как сказка. Аппетитно. Посмотрите, какой красивый цвет. У нас было немножечко жирка. Жирок у нас подсдулся, подсплавился, стекал вниз. Прямо красота сформировалась. Совершенно не зажарено. Наоборот, как получилось, так, знаете, вот подвялено слегка. Влага в продукте тоже видно, что сохранилась усушка. Прямо, знаете, ребят, меня очень порадовало. Небольшая получилась. Давайте дождемся, пока наши батончики остынут. Считаю, что результат просто великолепный. Мне понравился. Это будет у меня мясо с розмарином горячего копчения. При посоле добавляется нитритная соль, универсальная специя, которую мы сами сделали с добавлением ароматных специй и трав. Именно в этой свинине добавлен розмарин сухой, вы его видели. Два вида соуса. Это барбекю и острый чили соус. Количество нитритной соли я вымерял, но у меня кусочки все примерно одинаковые. Плюс-минус 100 грамм. Это по 2 килограмма. Поэтому они у меня засаливаются в общие гастроемкости. Сейчас я их замотаю стрейч-пленочкой и отправлю в холодное место на просаливание. В вакуумном контейнере это кусок свинины. Видите, что оно совершенно не темное, потому что без доступа кислорода мясо просаливалось. Здесь мы заворачивали стрейч-пленку. Тоже хорошо, без доступа кислорода. И здесь вакуумный пакет. Как видим, мясо также не потемнело. Это у нас индюшка. Помещаю все мясо в формовочную сеточку. Размер 125 на 36. Это сетка из полиэфирного волокна. Будет красиво у нас вялится. Сделаем часть мяса по технологии РАПИД. И какой-то из этих кусочков или другой кусочек. У меня еще мясо замаринованное есть в холодильной камере. Я сделаю просто варено-копченым методом. То есть сделаю горячее копчение с подачей пара. Именно обваркой пара. Мне нравится этот метод. Мясо получается сочное. Тем более это мясо, которое у нас хорошо промаринованное. в нитритной соли с добавлением нитритки. Думаю, что получится просто шикарное. Потому что до этого мы запекали мясо в голден смокере. Получалось просто великолепно. Как правило, вы берете или уже готовую засолочную смесь с добавлением всех компонентов. Либо вам приходят отдельно стартовые культуры с добавлением декстрозы. Это сахара, которые помогают вызревать мясу. То есть дают питание именно стартовым культурам. Ну, очень схоже все, как и в сыроделии. Только у нас заквасочные культуры в сырах именно потребляют молочный сахар. А здесь в мясо мы уже вносим его извне. То есть сахара вносится вот в таких пакетиках. Это декстроза. Ну и в целом у вас будет более гармоничный вкус. И в том числе это защита от порчи продукта. Первые кусочки мы сделаем варено-копченым методом. То есть две свининки возьмем и две индюшечки подвесим. Как раз у нас получится четыре батончика. Градусов 45 у меня в камере будет при заветривании до образования корочки красивой. Далее будем уже обваривать. А потом коптить и запекать. Как внутри продукта у нас будет 68-72, значит мясо будет готово. Если вы готовите мясо в домашних условиях, обязательно приобретите себе дополнительные термометры. Потому что, например, те термометры, которые у вас в духовке, они снимают температуру только внутри камеры. А вам нужно точно знать, готов ваш продукт или нет. Или же, например, вы придерживаетесь каких-то рецептур, которые где-то прочитали, увидели. То есть вам обязательно нужно дополнительно приобрести термометр. Лучше покупайте цифровой. При необходимости нужно откалибровать такие термометры, проверить. Если у вас есть какой-то эталонный прибор, то по нему уже проверить соответствие температур. Если у вас обычные аналоговые термометры, пружинные, тоже обязательно проверяйте. Потому что зачастую при покупке они могут обманывать на несколько градусов. Копчение произвожу на смеси щепы. Это у меня ольха, фруктовая щепа. Здесь у меня яблоня. Добавлено вишня. И сегодня я еще привез абрикосовую щепу. Мясо отвиселось у меня одну ночь. Друзья, индюшка просто шикарная. Очень вкусная. Ночью она выветрилась. Хочу отметить, что мясо абсолютно не пересоленное. Просто великолепное. И это грудка индюшиная. Но в то же время она сочная. Этот способ набивки сетки наверняка многим знаком. Ну а кто не знаком, это обычная труба. Сотка. А сетка 125. Поэтому натягивайте сетку на трубу. И вам удобно помещать кусочек будет мяса. И завязывать уже внутри сеточки. После просолки мы дополнительно сейчас каждый кусочек промокнули в соусе. Барбекю в разведенном уже. Перед тем, как будем запекать. Нам нравится, когда прям корочка у мяса обладает таким, знаете, выраженным вкусом специй. Это корочка, когда такая тверденькая, заветренная, зажаристая. Возьму самый большой кусочек свининки с розмарином, которую мы уже вечером, поздним, я коптил. По такой же, в принципе, технологии она солилась у нас. Ну, посмотрите. Шикарнейший просто срез. Друзья, сок. Все осталось внутри. Как вам передать это? Я даже не знаю через камеру. Но мясо нежнейшее получилось. Вот за счет того, что оно у нас все просолено. Прям соль подобрана по вкусу. Не пересолено, абсолютно никакого пересола нет. Я все думал, чтобы его не пересушить. До 72 внутри куска я его довел. Но сок с него прямо сливается. И видно, что это прямо промеж волокон этот сок со специями. Розмарин чудесно прям дает нотки такие свои розмариновые. Всем, друзья, рекомендую использовать розмарин. Веточки розмарина для мяса. В особенности для свинины. Потому что розмарин это специфическая такая травка. Но в свинине она просто шикарна. Это наши мешочки с индюшкой по технологии Рапид. Температура в камере у меня 60. Установленная температура внутри куска будет достигаться до 45-47 градусов. При этом у меня включенная конвекция. Будет запекаться корочка. Сейчас вот продукт у меня обсушился. Я закрываю заслонку. Я подам холодный дым сюда. Чтобы у меня еще был аромат копчения. Ну и соответственно тоже будет приятный золотистый цвет. Что могу сказать, ребят? Просто суперская получилась корочка. Посмотрите. Она обвялилась. Она такая красивая. Золотистого. Янтарно-темного-вишневого. Такого. Знаете, ну не темно-вишневого. В общем красивые батоны получились. Просто изумительно. Такие все ровненькие. Такой глянцевый, блестящий вот налет у них. Вялил. Прям специально выжидал, чтобы четко-четко было внутри 45 градусов. И визуально прям чувствовались изменения. Сначала немножечко стекала жидкость. Отвеселись. Заветрились. Я перевешивал их немножечко на другую сторону. Разворачивал, так скажем. Видите, да? С одной стороны немножечко подзапеклось побольше. Поэтому я перевернул. Достаю индюшку сейчас. Пусть она охлаждается. В тенечке обветривается. Хорошо она отвисится. Ну, по крайней мере, где-то сутки она пусть в камере тоже охлаждается. В холодильнике, если у вас холодильник имеется только. Здесь технология немножечко другая. Мы ее подвялили при более таких низких температурах. Вот. И внутри текстурка будет тоже немножечко другая. Благодаря тому, что мы как раз просаливали долго с добавлением нитриточки других культур. Как бы сейчас мяско получается сыровяленое. Как бы с сырцой. Но оно, естественно, готово. Можно кушать его смело, потому что все с ним в порядке с этим мясом. Аромат такой стоит вообще здоровский. Легенькое копчение. Уже пробовал бук. Но, ребят, скажу, вот этот прям баланс в копчении. Вот нашел я его именно с щепой. И, в принципе, даже экспериментировать дальше не особо хочется. Какой-то другой вид щепы использовать. Единственное, хочется попробовать щепку. Добавить еще пряные травки. По самой термокамере я более чем доволен. По поводу приготовления вот таких вот изделий. Вообще крупнокусковых. Прям шикарно все получается. Некоторые вопросы, конечно, есть по поводу того, что конвекция. Чуть-чуть она у стены. Температура повыше получается. Но, в целом, ребят, даже если у вас загрузка полная и нужно поменять решетки, проблем я в этом не вижу. По крайней мере, на своем производстве. По крайней мере, с тем количеством, которое я за раз произвожу в этой камере. И то качество, которое получается, я шкафом этим Golden Smoker доволен. По поводу колбасы. Я технологию полностью не изучал. Колбасой плотно не занимаюсь. Какие-то купаты, что-то это набить, это одно. Полностью выдерживать технологию приготовления колбасы, это совершенно другое. Поэтому каждый занимается той темой, в которой он более сведущий. Я считаю, это правильно. Попробовать могут и все. Понятно. Но нужно делать то, что у вас наиболее хорошо получается. Мне нравится заниматься вот такими крупно-кусковыми, монолитными кусками, мясом. У меня это хорошо получается. И мне нравится делать купаты, которые можно делать с различными вкусами, сезонными, травки, специи, экспериментировать, закоптел. Относительно данного использования на настоящий момент Golden Smoker я доволен. По мере приготовления тоже добавлять свою информацию, своим опытом делиться с вами. Ну, смотрите, друзья, по-моему, шикарный результат получился. Вот здесь видно такая вот переливающаяся, знаете, вот разноцветными красками. Когда такой продукт вы покупали, наверняка видели, что вот он на солнце начинает такими штучками переливаться. Я уже, пока он висел, уже мы попробовали. Кончик отрезали. Просто вкусно вообще. По соли вообще получилось изумительно. Я уже вам говорил, что и вот эта индейка тоже с подваром получилась просто прекрасно. У меня было несколько одинаковых кусочков сделано. И бумажечка, к сожалению, намокла и куда-то просто потерялась. Я делаю мясо, как правило, несколько кусочков по технологии Rapid с подваром. И делал без подвара мясо. Вот, на мой взгляд, вот этот кусок висел у меня именно там, где без подвара. То есть, где я просто поместил в камеру на вялене. То есть, чтобы у меня осталось как раз от куска 35-40% примерно после удаления влаги, после созревания продукта. Вот сейчас на разрезе мы как раз посмотрим. А так, мне очень нравится еще часть изделий. Подваривать до 45 градусов внутри батончика. И также вывешивать на созревание. Отличный способ, удобный. И также можно кушать в любое время, как я вам и говорил. Вот этот кусок я делал без подвара. У меня кусочки были свинины. Индюшатина. Вот эта у меня одна осталась. То есть, ту свининку, которую я делал методом сыровяления, да, которая у меня так же зрела, я ее еще помещал дополнительно в пленку. И в пленочке закала, естественно, меньше. Но, тем не менее, друзья, если у вас со влажностью все в порядке, в вашем холодильнике или камере вы дополнительно ставите увлажнитель воздуха, то будет все в порядке. Но, тем не менее, лучше потом запаковать в вакуум и дать мясу еще пару недельчек дозреть. Будет и вкуснее, и закал у вас уменьшится. Все так же, как и в сыроделии, мы обрабатываем от поверхностной плесени. С мясом я это делаю не так часто, как с сыром. Это тоже, как я говорил, защитный барьер. И посмотрите, вы видите, да, под слоем плесени, которая поверхностная была у нас, вот он наш, как раз, хороший кусочек мяса. И после полной чистки, он чуть-чуть его обсушить, естественно, заветрить, он будет красиво-красиво выглядеть. Видите, вот они кусочки перца. Берите вот такую щеточку, такая же щетка, которой сыры чистим. Все прекрасно удаляется. Поэтому, друзья, вы не бойтесь плесени этой. Она никуда внутрь не лезет абсолютно. Кстати, здесь культура и благородных плесеней находятся на поверхности, поэтому все в порядке. Это такие же точно куски мяса в сырных погребах. Как правило, вывешивают вместе с сырами, зреют. Поэтому вы можете себе тоже организовать типа сырного погреба мясного, где у вас будет сыровялка вместе с сыром вызревать. Потому что примерно температурные режимы все одни и те же. Кусочки мяса индейки намыли, накупали. Мне очень нравится именно делать вот такие большие изделия, которые вызревшие. Такие вот куски мяса у меня идут в наборы нарезок именно к сырам. То есть, почему я не заморачиваюсь с изготовлением колбасой? Потому что колбаса это отдельная тема. И нужно делать то, что удобно. Я так считаю. Для меня удобно и вкусно получается. Это вот такие вот хорошие вызревшие куски мяса. Мне нравится с ними. Ухаживать за ними. Так же, как за сырами. Мне это сподручно. И плюс, здесь также есть такой, знаете, момент удобства и творчества. То есть, я могу сделать любую обсыпку. Я могу сделать нарезочку красивую. Я могу совмещать, например, свининку с индюшечкой. Можно даже при вяленье два куска сделать совместно. То есть, всегда есть какой-то простор для творчества. И в то же время, это как, сказать, сопутствующий товар к моему сыру, который мы производим. Великолепно. Посмотрите. Я не люблю идеализировать, но выглядит просто шикарно. Плюс, многие, кто переживает за закал, не такой он уж и сильный. Посмотрите. Для меня лично, это наоборот, вот эти вот, когда можно пожевать. Не, ребят, абсолютно не толстый закал получился. Потому что и влажность нормальная. И, как я вам говорю, барьер все-таки из плесени тоже делает свое дело. Классно получается. Вот настоящая сыровялочка. Ну, около трех месяцев. Друзья, вы сами все видите. Аромат шикарный. Масляничность вот эта есть. Сейчас вот на солнышке будет такой переливы. Слайсер заказал, чтобы можно было тоненькие кусочки нарезать. Потому что такое мясо, сделанное, когда вы над ним прыгаете и ухаживаете, оно обязано просто по своей сути и изготовлению стоить дороже, чем магазинный кусок мяса. Поэтому его нужно нарезать тонко для сырных нарезок, чтобы оно дополняло друг друга вместе с сыром. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok